Всем привет дорогие друзья! В этом ролике покажу вам 23 супер товара для рыбалки из Китая. Нажимайте этот колокол, чтобы не пропустить следующее мегавидео. Поехали! Набор сигнализаторов для карпа. В комплекте будет 4 штуки с разными цветами подсветки. Пейджер принимает сигнал на расстоянии до 150 метров. И как только рыбеха заклюет, вам моментально придет оповещение с индикацией сигнализатора, на котором клевало. Кукан для рыбы. Состоит из металлического троса, который очень крепкий, и застежек из нержавеющей стали. Также в этом для удобства имеется катушечка. В основном используется, когда очень жарко, и вы не желая, чтобы рыба стухла, вешаете на кукан и опускаете ее в воду. Устройство для завязывания узлов. Работает от батарейки. Получается быстрее, чем вручную. Вот такой шаблон действий необходимо сделать. Второй вид будет стоить дешевле. Ну и естественно, все придется наматывать руками. Главное, что теперь вы легко сможете связать плетенку с леской, с самым надежным и нешироким узлом. Коробка для снастей. Я считаю, что качественный воблер или блесна должны лежать в надежной коробке. Бывают двух видов, 12 и 14 секций. Выполнены из хорошего пластика. Он гнется, но не ломается и прослужит вам долгие годы. Розовый спиннинг. Отличный подарок девушке, которая любит порыбачить. В комплекте идут различные снасти для ловли мирной и хищной рыбы. Сама катушка очень красивая, в переплетающихся цветах. Все это можно запросто переносить в сумке из комплекта. Если вдруг по каким-то непонятным причинам девушке не понравится, спиннинг всегда можно использовать самому. Карповая кормушка. У продавца есть от 20 до 40 грамм. Для наполнения необходимо открутить крышку, заполнить кормом и закрутить. Через небольшие отверстия будет высыпаться потихонечку корм, чтобы карп успел подплыть и плотва все не съела. Плоскогубцы наеби. Один из самых знаменитых китайских брендов. Размеры небольшие и используются для мелкой оснастки. Очень легко отрежут любую плетенку, разожмут кольца. В общем, все по фэншую. Гранулы. Это волшебная насадка для ловли карпа, создана и белого амура. Бывает разных размеров, смотря какого карпа хотите словить. Одевается на резинку таким методом, чтобы крючок смотрел в гранулу. Постепенно растворяющийся гранула образует облако вокруг себя и привлекает рыбеху. Зонт на голову. На рыбалке некогда жевать сопли. Нужно ловить рыбу, пока клюет. И спасение от дождя это такой зонтик, который не надо держать. А если будет ветер, так и шею еще подкачаете. Одни плюсы. Мягкое грузило. Многие до сих пор пользуются свинцом. А потом рыба в водоеме умирает от свинцового отравления. Такое же экологически чистое грузило может принимать любую форму. Это как пластилин и для отгрузки поплавка кормушки просто шикарный вариант. Плетенка Тереноя F8. Ярко-салатового цвета, вызывающего интерес у рыбы. С очень хорошими тестами на разрыв. Гладкое скольжение. Не получается при забросе бороды. Я считаю, стоит присмотреться, если ищете новую нить. Мандула. Самая молодая из всех спиннинговых приманок. Изначально была придумана для ловли судака. Сумка. Выполнена из нескольких пенополиуретановых сегментов и двух тройников. Движение напоминает кормящуюся рыбку и хищник не может устоять и нападает. Благодаря тройникам сходов очень мало. Сумка спиннингиста. На одно плечо можно носить как сзади, так и спереди. Размер небольшой, но все снасти поместятся. Выбор расцветок неплохой. Можно подобрать под камуфляж. Материал плотный. Качество пошива, молний, все отлично. Количество карманов и застежек позволит все разместить по полочкам. Мини воблер. Подходит для ловли на ультралайт. Ведь весит всего 3 грамма. Есть весьма красочные расцветки, чтобы выбесить хищника. Хорошо отыгрывает при обычной проводке. Если рыба очень неактивная, тогда используем подергивание. Тройные вертлюги. На выбор есть 6 размеров. Смотря под что они вам необходимы. Если хотите прицепить блесну, то естественно берите побольше. Силиконовая рыбка. По сути самая проходимая снасть. В качестве груза здесь металлическая головка с глазиком. Одевается почти как и обычный силикон. Ничего сложного. Отыгрывает в основном только кончик хвоста. Но хищнику это нравится. Рыболовные перчатки. Есть дышащая зона и не скользящая. Когда скользкое удилище. Хочешь не хочешь, а перчатки придется одевать. Клей для мушек. На хлыстовой ловле довольно таки не дешевое занятие. И экономить нужно хотя бы на мушках. Делая их самостоятельно. Такой клей застывает при ультрафиолетовом свечении. Фонарик Бимоо. Работает от трех мизинчиковых батареек. Светит синим цветом. Клей при этом свечении застывает на мушке. Буквально за 5 секунд. Воблер с вращающимся хвостом. Плавает по поверхности. Бывает разных размеров. При движении хвост крутится, делая много пузырьков. Тем самым манит хищника. Электронный светлячок. Есть много различных модификаций. Вставили батарейку и светлячок горит. Достали, не горит. Джик головки. Сделаны таким образом, что всегда будет напоминать кормящуюся рыбку при паузе. Думаю, окунь будет в восторге. Самоподсекатель. Работает по стандартному принципу таких штуковин. Если кому интересно, ссылку на него и другие товары из этого выпуска оставлю в описании. Вот эти комментарии были самыми популярными в прошлом видео. А в следующий ролик может попасть твой. Для тех, кто не знает, самые новые новинки и самые полезные товары публикуются в телеграм-канале Алиэкспресс ТОП. А сейчас смотрите, смотрите, смотрите следующее видео.